где я живу солнышко садится прямо в залив и это охрененно романтическое место и романтический вид то есть ты подъезжаешь заливу солнце садится в залив и это все очень круто видно и солнышко переливается всякими красно-бордовыми цветами в общем если борода это магнит для телочек якобы то стопроцентную больный вариант для покорения женского сердца это романтический закат ну мне так кажется ну конечно ошибаться но думаю что это это верняк и даже педрила который просил у меня сегодня в экономе воды в этот ролик наверно до этого смотрели его выложу до этого даже педрила который их думал что в экономии дадут воды пожрать и податру жопу и все это за 108 рублей 75 копеек даже он не смог испортить мне настроение потому что я знал что сегодня увижу катинку по теперь уже моему любимому предмету социологии я хочу социологию я люблю социологию я обожаю социологию еду к ней навстречу сейчас заберу ее и поедем на залив и я буду и я буду и я буду и я просто буду вот так едем короче а вот и моя красотка ух держи себя в руках женя держись я думаю раз уж вы согласились на сегодняшняя сегодняшнюю встречу можем женаты перейти супер мы же не такие старые катенька вы прекрасно выглядите и на самом деле когда сюда ехал был шанс еще зацепить закат вот еще солнце нам спину светит я хочу развернуться и посмотреть закат потому что он красивый но что-то солнышко там по моему либо уже спряталась либо ушел за тучки но я готовился так вот я хочу сказать что этот закат был настолько красив я прямо всю дорогу им восхищался пока за вами почему за вами можно ты пришли пока за тобой ехал но когда я тебя увидел я понял что этот закат этот закат не достаточно красив на самом деле у меня нет слов да у меня нет слов нет слов как человек после работы преподавателем в нашей стране я сейчас забываю повернуть может так выглядеть после работы я тоже нет не очень понимать ты ну ты же спортом да наверно я смотрю ты занимаешься подхожу чуть-чуть когда есть время что они совсем не такая ну тебя какая-то еще занятость есть или что или какая-то обе можно маникюром занимаешь не на самом деле почему спрашивают ты выглядишь не на зарплату у преподавателя вот я к чему ну то есть да конечно я подрабатывать но это прекрасно а ты где то ему можно посмотреть твой работают ну ты как бы хорошо делаешь да это понимаю и ты где-то можно посмотреть твои работы у тебя инстаграм есть ну какой как как у любой девушки есть инстаграм скажи пожалуйста как он называется сказка nails по-английски в одно слово сказка нижнее подчеркивание nails серий на вы у вас еще имя такое но для современности простое и она так притекательно в плане того что вы так выглядите как не катерина зовут вас катерина это на самом деле очень смягчает ваш образ мне так кажется не знаю может я не прав ну еще может что-нибудь о себе почему я все на вы я не знаю мне а я объясню почему преподаватель и у меня пункт в башке преподавателя же нельзя на ты называть то есть поэтому я говорю все вы да вы ты скажи мне пожалуйста чем ты еще занимаешься может быть немного хобби я вообще чем чем только не занимаюсь ну там семья дети что у тебя у тебя двое детей а муж что развелась быстрее развитие на у тебя двое детей знаешь для первого раза наверное достаточно для себя рассказывать мне кажется мне так кажется вот так вот в горле пишет зрение часы водички попью а то что-то у меня все перезагу я говорю что возможно достаточно мне сегодня информации для первого раза но я не могу так сказать я тоже разведенка с двумя детьми ну то есть ну понятно я разведенка с двумя детьми то есть если бы мы составили далеко идущую пару то мы были многодетной семьей у нас было по четверо детей прекрасно что вот здесь подъезд дорогу прямо на самого залива я так долго это ждал нет да да вот а я тебя прокачу круто да ну это не к тому что я бедный студент который ну всех катает там просто к заливу мир захочется начать с романтики вот а потом уже перейти к супер дорогим ресторанам макдональдс бургер кинг там кэрси ну шаверма это как бы под новый год я думаю ну или когда юбилею тебя будет мы сходим написать я просто на самом деле хоть и достаточно уверенный в себе мужчина но все равно очень сильно волнуйся потому что ты мне правда очень нравишься и я прямо вот как думаю о тебе вспоминаю тебе я сразу начинаете мысли немножко отгонять потому что я становлюсь каким-то таким ну немножко какой немножко я прям конкретным дебилом становлюсь зимнее и очень сильно отвлекаюсь от дороги и даже не слышу ничего ну смотри будем считать что это супер охрененный закат который прятится вот там за за тучами типа ну это вот кусочек романтики которая хотел ставить наше первое свидание конечно мы сейчас тобой поедем поужинаем обязательно я с удовольствием бы что-нибудь приготовил сам на каком-нибудь мастер-классе но время позднее мы все с работы и я думаю что нам нужно обязательно сначала поесть прежде чем удивлять друг друга кулинарными всякими хреновинами ты готовишь ты еще и готовишь еще и повар это далекое это далекое прошлое то есть ты повар преподав преподавая преподающий социологию и по совместительству мастер маникюра скажи пожалуйста а ты может быть живешь какой-то параллельной вселенной в плане у нас 24 часа в сутки а у тебя там может там 48 часов в сутках и а знаешь блин я не знаю уже можно ругаться матом чувак по стричке не интересно уже можно ругаться матом или нет в плане я сам ей не бывает пошлых не пошлых шуток было смешно не смешно и знаешь мне нравится очень фраза сейчас мы возьмем интервью человека который все успевает скажите как вы все успеваете идите нахуй мне никогда ну то есть вот это тогда я понял просто ты не у тебя нет каких-то занятий паразитов то есть не сидишь по там три часа в инстаграме два часа в контакте 6 часов youtube еще где-нибудь и просто ну царяешься заняющий ауте еще двое детей они сами в поле пасутся где-то травку щиплет или как не очень понимаю так при этом кто-то он помогает да ну то есть они не так что ты их запираешь как бы я кисть кидай только на день рождения достает как бы сегодня вам вы стали сегодня на год старше слушай но я что 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 их могу сказать вот на этом этапе да ты просто супер женщины а просто чудо женщины уже лейбл занят марвелом или не марвел мне чудо женщины это самый дикей да это как вообще весь такой поедем поедем знаешь я можно нет другую спасибо я очень рад тебя сегодня видите и я уже говорится прекрасно но солнце было бы ничего да если бы не туча вот мне кажется что она была бы просто замечательная а знаешь а я могу тебе тоже чуть-чуть про себя рассказать если тебе может быть интересно я значит тоже обладаю какими никакими талантами я в виду блок на ю тубе я блогер тематика связанная в такси ну ты далека от этого но я я тебе еще обязательно что-то я не понял чего тут за это я тебе еще обязательно расскажу поподробнее об этом потому что возможно ты станешь частью моей истории хорошей истории я тоже неплохо готовлю правда образование меня поварского нет я мастер спорта я очень долго выступал да немножко может быть заметил что я чуть-чуть занимаюсь там зарядку с утра делаю да вот я пытаюсь занять пьяный чуть в тачку нам не упал хорошее посвидание получилось огонь я на нарах а ты с истерикой и свалидова вообще 6 просто нормальный до чувак видела да он смотрит туда и шаг делать под машину значит к моим талантом сейчас только что прилипла отличная реакция обратила внимание да то есть я хорошо аж ума пажу автомобиль да и у меня тоже двое детей я процессе развода с женой поэтому я просто хочу сказать что я не бабник в плане того что я с соплями и слюнями кидаюсь на все что старше 18 и привлекательно выглядит просто я действительно порвал отношения и сейчас открыт для новых и мне кажется что мои вот эти открытые двери в моете открытые двери залетела залетел прекрасный ангел вот я редко такие слова говорил обычная такой был знаешь брутальный раздолбай который слышит иди сюда че ты как как тебя зовут иди сюда но я обычно так себя и он не казалось это круто но я стал старше и теперь я веду себя кто-то может сказать как размазня но наверное все таки как трудно мне подобрать для себя определение ну ты сама разберешься может быть и определение подбирать не нужно вы же женщины хотя нет женщины любите ушами вам нужно мужики кожи но мне уже ничего от тебя не нужно ты готовишь и отлично выглядишь то есть уже как бы все что нужно для мужика самые два коротких пути которые есть его сердцу и через желудок и через другое место ты как бы но их очень быстро как бы сокращаешь уже очень быстро поэтому будем но сегодня опять же не буду удовольствоваться ресторанной едой в следующий раз возможно кто-нибудь что-нибудь кому-нибудь приготовить такой же возможно так все тогда мы едем и я и ты не расскажешь что-нибудь в свою работу мне очень интересно на самом деле как у тебя вот эти преподавательские моменты складываются мы сейчас начнем есть чтобы я получше тебя слушал я начнем есть и ты мне все расскажешь